Праздничная программа началась с выступления юных друзей полиции. Ребята из этого школьного кружка показали поучительную сценку о вреде курения. Подготовили плакаты на эту тему и собственную презентацию. Не стану ни за что курить, я человек. Я должен жить. Курить не модно, дыши свободно. В фойе на втором этаже юидовцы вспомнили правила дорожного движения, а именно как правильно переходить проезжую часть. В спортивном зале школы состоялась военно-патриотическая эстафета. Ребята сначала преодолевали полосу препятствий, а затем оказывали первую медицинскую помощь. Там же прошли соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова. Во время перемены воспитанники кадетского клуба «Витязи» раздавали учащимся буклеты и листовки от полиции, в которых разъяснялись правила поведения учеников в школе. Ну а после в актовом зале ученики второго класса в красивых парадных костюмах исполнили военно-патриотическую песню. Уважаемые ветераны, от всего кадетского класса Кубинской школы номер один мы поздравляем вас с Днем Победы. Благодаря вам мы живем в спокойной и мирной стране. Мы никогда не забудем ваше мужество и героизм. В Кубинскую школу также были приглашены и настоящие герои – сотрудники МВД, награжденные государственными наградами – Александр Лобачев и Александр Агарков. В школьном музее они рассказали кадетам, за что были удостойны такой высокой чести. Государственные награды были награждены за подписью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за отличие в охране общественного порядка. Было происшествие. Вот мой напарник, Агарков Александр Викторович, с которым мы заступили маршрут патрулирования. И на территории обслуживания, не так далеко, в поселке Кубинка-10, произошел инцидент с гражданами, находящими в состоянии опьянения, все их граждане, местные жители города Кубинка, которые отказались выполнять законные требования сотрудников полиции, при исполнении, в связи с чем было принято решение доставлять их в отдел полиции. Ну и прошло происшествие, произошло, мой напарник был ранен, получил ножевое ранение. Память погибших в годы Великой Отечественной войны школьники почтили у местного мемориала. Ребята возложили цветы к его подножью. А после кадеты посетили ветерана войны, одного из бывших руководителей 10-го батальона ДПС Ивана Алексеева. Он родился в 26-м году, прошел всю войну, в мирное время 30 лет проработал в органах, ну а после выхода на пенсию стал депутатом Кубинского поселкового совета. И до сих пор, несмотря на свой солидный возраст, участвует в жизни поселения. Я помню тогда стрельба, все стрельбы, ничего же неизвестно, ни радио там особенно не было ночью, что там, а это война кончилась где-то, видимо, утром что ли, ночью, сообщили, а там уже кому-то известно, ну мы же солдат, мне было, когда война кончилась, где-то, сейчас скажу, 17-18 с половиной год. Ну, как вот в вашем возрасте, не знал совершенно, неожиданно стрельба, в чем дело, значит, поставай, я стою тоже, значит, когда уже все кричат, ура, все прочее. А до этого же все война, а тут мирное время, какое стрельба, вот такое было дело. Неважно, какой путь выберут эти ребята после школы, станут военными или освоят гражданские профессии. Главное, что они уже настоящие патриоты России. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».